Я очень рад открыть, как сказать, трофейный 10-й СМФХП с доклада о ВДЖСе, так себе, конечно, может быть, и не тематически, но ничего. Я очень рад, что собралось очень много людей, учитывая, что только заканчивает этап 19-й год. Меня зовут Иван Носов, мои вам тенденчалы внизу. Внизу, если кому интересно, можете что-нибудь писать, на комедии, нацелать такого плана. И сегодня мы затронем животрепещущую тему, как я сказал, в узких кругах, изоморфный JS. Немножечко истории. В 2009 году Джон Далл представил всему миру, так сказать, Node.js. Он еще тогда говорили, что не будет такого легкого пути создавать приложение, бла-бла-бла, всем будет очень легко, можем выполнять JavaScript как и на клиенте, так и на сервере. Но, как получилось, не все так гладко. Создается очень много проблем. Ну, я думаю, кто хоть раз связывался с Node.js, встречались с этими ошибками. Асинхронные адры, это прям, я не знаю, ошибки. Трейсить ошибки – это просто какой-то сумасшедший. Про утечки памяти в Node.js можно, я не знаю, легенды складывать. Изоморфность, ну, так себе. Не любую тот же NPM-модуль можно взять и запустить как на клиенте, так и на сервере. Ну, сегодня мы будем это немного фиксировать. Ошибки? Проблемы с Node.js. Я думаю, все знают, кто такой TJ. Покинул мир Node.js в этом году, буквально пару месяцев назад. Все ошибки, все проблемы, которые связаны с Node.js, более-менее, я думаю, он разложил в своем прощальном письме. Кому очень интересно. И если кто-то сомневается, идти в Node.js или нет, я думаю, стоит прочитать про эту статью. Теперь не вернемся все-таки об изоморфности. Конкретно к истории Web. Еще в первые браузеры, когда были они очень такие туповатые, все нам приходилось, вся интерактивность создавалась, грубо говоря, на клиенте. В смысле, на сервере. И отсылалась вся прямая туда, на браузере. Мы что пытались сделать? Это было мало интерактивности и все такое. Мы хотели сделать, пойти дальше. Нам нужно было чего-то больше. Мы создали уже, тогда пошли уже первые single-patch application. И часть логики перешла на браузер. И хотели что-то. Но SPA тоже очень много проблем. Я думаю, все знают. И SEO, и интерактивность, бла-бла-бла. Такое. Что же мы хотим сделать? Наша цель сделать такое, чтобы было что-то среднее между браузером и сервером. Чтобы мы, если мы запускаем этот же код на браузере, то он там же и работает. То есть, если мы какой-то пейдж открываем, он работает там. И первый раз загрузили, и мы больше не заморачиваемся над этим. Уже недавно вышла тоже статейка, очень веселая Николас Сезарса. Он уже тогда предлагает абстрагировать UE-layer от backend-разработчиков. В первую очередь хотят, я думаю, в то или иной мире работал фронтенд-разработчиком. Это довольно сложно, особенно если работать вместе с такими продакшн-энтерпрайс-решениями. Java, C-sharp, бла-бла-бла. С ними очень тяжело контактировать. И вечно какие-то проблемы, если что-то поменять, это можно затянуться на полчаса. И в конкретности, чего бы просто не делать, пускай они себе там что-нибудь делают, на второй картиночке видно. То есть, грубо говоря, первое, как у нас все было в одном, крутится все вместе. И мы просто UE-layer, у нас это, грубо говоря, только на клиенте. А просто что бы не сделать бы? Бэкенды, пускай себе там делают опишки, что-нибудь там туда-сюда. А мы просто возьмем и отсоединимся от этой всей вещи. И у нас будет свой, своя вся раздача статики, своя раздача всего, все, что нам нужно. А мы будем все просто, грубо говоря, вообще от них отойдем. И пускай себе там живут. Вот этот парень, Николас Закас, если кто не знает, он один из топ фронт-эндов в Yahoo, предложил такую, ну, очень веселую парадигму. Его же статейка, пожалуйста, там можно сказать, очень веселая. Что же все-таки за мощность? Что же нам все-таки нужно? Все-таки и клиент, и сервер, это, ну, очень разные окружения. И нам нужно, в первую очередь, очень много абстрации. Первым делом это маршрутизация. Маршрутизация на клиенте и маршрутизация на сервере, это абсолютно разные вещи. На клиенте это может быть как push state, может быть через хэштеги, ну, кто как любит. На сервере это все-таки обычный net connection, и нужно как-то это маршрутизировать. Нужно все-таки что-то с этим решать. Манипуляции данных, то же самое. Мы что-то хотим сохранять, мы что-то отправляем. Это нужно как на сервере, так и на клиенте. Это абсолютно разные вещи. Их нужно сохранять и делать по-разному. То же самое работа с домом. Мы не хотим делать ивенты, или там что-нибудь рендерить. Рендерить это на сервере, зачем? Пускай делается это там. Ну и в конце концов сборка. Не любой модуль просто так NPM взять и запустить его на клиенте, чтобы он заработал. Это нереально. Для этого нужно что-то делать. Ну и потихонечку мы будем решать эти вопросы. Одно из решений из аморфности предложен Airbnb. Ихний фреймворк Render. И мы сегодня в целом будем его затрагивать и рассматривать его конкретные реализации. В целом это Backbone Application, который работает как на сервере, так и на клиенте. Он интересный, с гитхаба там ссылочка. Посмотрим. Что же нам нужно, чтобы решить маршрутизацию? Достаточно обычного Backbone роутера. И мы можем почти не заморачиваясь, толком не меняя ничего в коде стандартного Backbone роутера, сделать обычную маршрутизацию с экспортом таких путей, где контроллер через решеточку Action. Все контроллеры в рендере, они крутятся в инстансе роутера. Но чтобы не загромождать, я думаю, многие, кто работают с Backbone, сюда очень заграждается текущий роутер, очень много. Поэтому они решили его вынести в отдельные спеки, где хранится отдельно каждый Action. Это просто отдельный файлик, там их можно вводить сколько хочешь. Грубо говоря, в контроллере, чтобы нам перед тем, как рендерировать любую страничку, нам нужно что-нибудь вытянут от тех же всех юзеров или что-нибудь. Если мы это делаем первый раз, это дает сервер. Мы берем фетчем все, допустим, коллекции из юзеров и сохраняем и отправляем первый раз страничку вместе с этими юзерами прямо в коде html. И все, дальше мы эту страничку уже видим целую. Если же мы делаем это на клиенте, то клиент просто возьмет через REST, приконнектится к коллекции, это и возьмет ее уйти. Смотрю, работа с данными. Особо ничего трудного, то же самое. Родные коллекции, родные модели, все бэкбоновское, плюс реквест. Очень часто в безоморсном жироскрипте встречаются проблемы с security. Поэтому нельзя сделать так, что всем взять и клиентам разрешить сохранять мою модель юзера, допустим, на клиенте. Зачем? Я не хочу этого. Поэтому все коннекшены идут через прокси. Через очень много, REST адаптер, допустим. И прокси ставится на этом же сервере. Это обычный middleware для экспресса, который, грубо говоря, проксирует наши запросы, которые идут из контроллеров или этот, на текущую API-шку конкретную. В реализации особых изменений со стандартными гульбонами вообще нет. Для коннекта к API-шке используется обычный реквест. Сложностей есть никаких. Вьюшки. Ну, чтобы о них рассказывать. Вьюшки, вьюшки. То же самое. Обычный, обычный background view. Но учитывая в том, что очень накладно взять и генерить все события, аунглики и все такое на сервере, поэтому этим мы не занимаемся. Мы просто, наша вьюшка после ее берет и дает текст. А на сервере конкретно вьюшка обвинется к определенному HTML-ю и уже там навешиваются все авианты, чтобы не делать одно и то же. Я думаю, все знают, что в бэкбоне очень такой проблематичный настрой nested view и все такое. Они очень много хавают в памяти, зомби-вью очень много создается. И они для решения этих проблем обычно используют либо бэбиситтер или что-то такое. Здесь они пошли немного другим путем. Вешается что-то типа обработчика на on-connection и on-law, точнее. И вешается к определенному секции определенная вьюшка. И бинтятся уже параметры к ней. То есть, если мы хотим следующую вьюшку nested сделать, мы ее просто объявляем, грубо говоря, такую-то вьюшку, такую-то эту, для этого и скелпер определенный. И все ивенты конкретно вьюшки бинтятся к определенному HTML-ю. Минимум забот, минимум проблем. Все очень быстро. Сборка. Собирать нужно. Начнем мы развиваться. Я думаю, что многие слышали о нем. Все-таки окружения довольно различные. И Node.js окружение, и клиент, оно очень разное. Для того, чтобы очень есть... У Node.js есть куча предефайных констант, тот же dirName, куча рожденных модулей, которые, если мы захотим юзать, допустим, URL, Bass, VM, мы захотим их юзать, если захотим на сервер юзать, на клиенте, нам их тоже нужно откуда-то брать. Это все умеет делать в Browserify. Он, грубо говоря, имитирует как бы окружение, то есть он уже мочит половину обжектов, половину путей, половину всех вещей для клиента. И собирает это все вместе. Там есть куча всяких штук, типа Gotcha, что-то поменяли, что-то собрали, только туда-сюда. Такое. Ну и Гарант. Ну как же без него? Ну это на любителя, они любят гульб, ну это такое. Надо это кем-то делать. Пускай будет это Гарант. Окей. Кому очень интересно, есть демка, посмотреть маленького круда с опишкой и демки, именно и код, и демка. Почему круд? Ну я думаю, в вебе очень редко встречаются такие задачи, которые нельзя свести к круду. То есть если разобраться с банальным крудом, я думаю, тяжело не разобраться с чем угодно. Демки, реализации, пожалуйста, можно посмотреть, можно там, я не знаю, что-нибудь делать. Ну, тяжело не, как сказать про изоморфность, не вспомнив про такие фреймлорки, как Метеор, Дерби. Метеор. На него очень много денег выделили. Очень много. Но до сих пор они еще даже не вышли в релиз, там версия 0.9, что-то такое. Но эти два фреймлорка, они отличаются очень другой спецификой. Это они заточены больше под реактивность. Это довольно тяжело, такие проекты, я не знаю, которые у нас зачастую встречаются, которые заточены под конкретную эту задачу. Поэтому их рассматривать как основной фреймворк очень тяжело. По сравнению с тем же рендером, я думаю, Backbone, даже любое приложение, которое вы уже писали на Backbone, просто берете и пропортируете его на рендер, и это заносится, там, минимум, не знаю, очень мало накладных расходов. У меня есть, на том же GitHub, есть этот же рендер, этот же крут на Backbone и на Angular. Я буквально за недельку его переписал на рендере. Это очень легко. Потом, такие решения типа Meteor и Derby очень тяжело масштабировать. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал масштабировать веб-сокеты? Это геморрой делать. Окей. По-моему, это все. Да. Заморжность Рубаря, это, могу выполнять его и на сервере, и на клиенте. Как бы, это очень клевое. Ну, так говорят, что я могу написать оберточку для чего угодно, там, не знаю, какой-то helper, какой-то класс, или что-нибудь. Я его могу написать, как там, как и там. Минимум, ну, типа минимум, три. Не копируем всегда, что это должно быть. В первую очередь, это, скорее всего, больше заточено, возможно, под мобильную разработку. Во-первых, это быстрее. Ну, это точно там можно применять. И не между Airbnb, это довольно популярный сервис бронирования всякого жилья, и не всю свою, грубо говоря, весь свой клиент, все, переделали полностью под Nano.js и рендали. А всю API, как и было, остались на рельсах. Это как минимум. Плюс очень клево, когда это все относительно быстро. Брозер за один первый раз загрузил, все, в следующий раз это будет сто раз быстрее. Еще. Да. Окей, согласен, это довольно такая специфическая технология, и она очень требует специфических знаний. В первую очередь, я бы выделил, ну, во-первых, самое банальное масштаби, ну, горизонтальное, мы несколько выделили от этих, но это такое. Первое, я бы выносил всю логику, вообще, все, что можно, в отдельные веркеры. То есть, минимально, у нас есть парочку клиентов, HTTP, допустим, они толком ничего не занимаются, они занимаются просто раздачей тасков для веркеров, веркеров можно создавать хоть миллион. Масштабируем конкретно веркеры, это гораздо проще реализовать, чем масштабировать конкретный аппликейшн полностью. Все-таки с event loop'ом проблемы есть, и когда мы тупим в одном моменте, то он как бы тормозит, тормозит, все. В том же, у Mozilla, как она называется, open ID из них. Нет, что там. Не суть. Короче, они это решали банальным, когда они захватили что-то очень длинное или что-то очень большое. Вся логика у них, там, грубо говоря, принял реквест, форкнул какой-то процесс, создал таск, он там все выполнился, вернулся назад, сказал, окей, все, я вернул страничку. То есть, грубо говоря, в конкретном HTTP вообще толком логики не было. То же самое, как и в примере с рендером. Зачем ее делать логику на сервере? Пускай это занимаются IP-шки, пускай это делают джейлисты, пускай делают тормозчики, кто угодно. Логирование? Согласен. Ну да, 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 там капит коллекшн, все такое. Тут у нас есть буквально одна функция, которую можно, которая записывает в монго информацию, мы ее накручиваем, или в интервитер, но как бы... Окей, я понял, в чем ли. Вообще, делается это тоже очень просто. На самом деле, можно это сделать, тоже же делаем отдельный вёркер, ну, если это накладно тормозит именно сама монго, то можно это проще сделать, вынести в отдельный вёркер, который это будет делать, а туда пушить то ли попсапом, то ли, я не знаю, еще кута очередь, очень логтреш, который есть очень много транспорта, который берет, логирует все, что поправлю. Можно через Redis, можно через очереди всякие. Согласен, да, да, да. Ну, не как backend, это что-то, грубо говоря, это более backend, чем HTML. Любой вёркер, который делает очень тяжелые проблемы, очень тяжелые вычисления. Почему? Потому что если мы возьмем и нагрузим какой-то текущий event loop, то следующий может этого не увидеть. И он застынет, и монго как бы, и нота как бы застынет, и мы не сможем принимать следующие реквесты. Нам этого не нужно. Зачем? Нам нужно как можно быстрее освободить event loop. Это можно сделать самый простой способ, если не делать отдельные вёркеры. Мы можем вычисления дробить на части и запускать часть. Наконец-то мы можем начать часть запустить в другом теке. Как только прошли какую-то фразу, next tick, пошли дальше. Event loop освободился, кто-то другой поработал. Next tick кто-то опять поработал. Как-то так. Ну что, еще вопросы будут? А не, вот он, смотри, смотри, там тебя спрашивают. Конкретно ноды или конкретно рендеры? Окей, на PHP вы не сделаете никогда нормальный демон. Почему? Ну, это такое. Ну, данный нет. Я думаю, если мы проголосуем, то окажется, что людей, которые скажут, что пока под демон работает в лот, то будет больше. Согласен. Ну, просто... Ладно, ребята, я вас, наверное, немного перебью, потому что вот этот холивар PHP vs JavaScript, ну, собственно говоря, знаете, у меня есть такое мнение, что не стоит делать что-то асинхронное на PHP и что-то асинхронное на JavaScript. Вот, собственно говоря, в этом у них и разница состоит. То есть нужно применять язык там, где он должен применяться по замыслу архитектора приложения, и не нужно зацикливаться на одном языке. То есть если у вас есть задача, ну, не задача, а у вас есть проект, вы смело можете туда и ноду использовать, и PHP использовать. Если где-то что-то нужно еще, можно демон на чем-то еще напилить, на том же на Python, не важно. Ну, часто вот, когда сделали PHP React, я понимаю, что об этом идет речь. На нем пытаются делать WebSocket. Зачем? Есть сокеты, либо уже довольно устоявшиеся, уже вышло в релиз. Зачем себе делать отдельный геморрой с этим? Есть уже определенное решение, оно решает определенные задачи. Пожалуйста. Зачем это? Ну, приходите на синхронное хп послушать, наверное. Ну что? Пора кушать конфеты? Еще вопрос? Давай. В презентации было слово «Асинхронный А», и так мало всего было. На самом деле про это можно рассказывать очень много, и да, это проблема. Но она уже сейчас решается, и по-моему это, ну, для кто далек от ноды, возможно это для него и проблема. Сейчас это уже решается, куча lib. Есть уже куча control flow. Тот же на callback это async, на promise там q, там и все такое. Потом на файберах, на файберах это очень клево сделано. Есть async await, кто знает в C-sharp, есть у них похожая реализация. Код абсолютно выглядит как синхронный, но выполняется асинхронно. Это очень клево. И уже скоро выйдет, ну, один сплеверсию стейбла мы не увидим, скоро будет двенадцатая версия ноды. И с генераторами будет все очень круто. Там тоже код выглядит как синхронный, при этом вот это синхронно. Генераторы как откроют в мире ноды что-то новое. Это как когда вышел 5.3, когда появились namespaces. Это абсолютно перемена парадигмы абсолютно. То есть это что-то типовое, как в PHP прошли namespaces. Это тоже самое. Все абсолютно поменяется. Осталось только чуть подождать. Хочу напомнить, там еще был, кто появился. Ребята, есть еще кого-то на вопросы? Ну, значит, все. Спасибо за доклад. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Все скоро!